Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 3 апреля. Продолжаю рассказывать о различных системах обогрева теплиц. Я уже рассказала про инфракрасные обогреватели, которые считаю самым оптимальным вариантом. Потом рассказала про старенькие тепловые пушки. И сейчас покажу видео прошлогоднее тоже про газовый обогреватель, который я считаю дорогим удовольствием, который я считаю прожорливым, но который я считаю необходимым в случае форс-мажора, когда отключают электроэнергию и ничего не остается делать, только включить газовый обогреватель. Сначала вы посмотрите обзор прошлогодний, где я просто показываю, что это пустая железная коробка, которая стоит 7000. А в конце, вторая часть видео, это его практическое применение. Хоть я и говорила, что я его применяю редко, но 2-3 раза мы его точно применяли. И он нас очень выручил в морозную ночь. Все-таки, как бы я его не хаяла, как бы я была недовольна им, он пригодился мне. И возможно пригодится еще в будущем, когда вот будет такой казус. Ну отключится электроэнергия, например, а 2 теплицы в одной электро можно включить, а вот в другой газовый обогреватель. И в конце, досмотрите до конца видео, там практическое применение этого газового обогревателя, как он работает, как вообще вся эта выглядит система. Все. Сразу напомню, видео эти не нынешние, прошлогодние. Нынче газовый обогреватель я еще и не доставала. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 марта, и я продолжаю тему, чем обогреть теплицу. Я уже рассказала про инфракрасные обогреватели, которые мне понравились, которыми я пользовалась в прошлом году первый раз. И первый раз в прошлом же году у меня появился вот этот вот газовый обогреватель, про который я говорила, что меньше восхищения он меня вызвал, чем инфракрасные. Сейчас объясню, почему и зачем я его купила. Вот правильно Светлана Ди, моя зрительница постоянная, в комментариях сказала, что да, инфракрасные обогреватели – это хорошо, у меня тоже потолочные висят, все. Но что делать, когда штормовой характер погоды и когда отключает электроэнергию? Я не знаю, может быть в разных регионах по-разному, но у нас точно так же. У нас как только начинается ветер вот такой штормовой, буря, независимо, зима это или лето, или весна, только чуть где-то порыв электропроводов, выезжает вот эта монтажная, они отключают, если свет, для ремонтных работ, и они до утра уже не включают, чтобы им сто раз не ездить, знают, что ветер, вся вот эта проводка, она старая, изношенная, что где-нибудь обязательно порвет, замкнет, коротнет, чтобы было меньше проблем у них, у людей, просто до установления хорошей погоды стараются не включать. Но это я так думаю, потому что иногда сидим два дня без света. А что делать, если в это время уже рассада? И вот в тот раз, когда последний раз у нас выключили на несколько дней, на две ночи, я как раз снимала видео, когда я ходила со свечками, и иногда даже приходится свечи выставлять в теплицу, потому что электрообогреватель, который хороший, удобный, практичный, всё, свет отключается, мы остаёмся. Конечно, я больше чем уверена, что почти ни у кого нет дизеля электростанции на эти случаи, потому что это вообще дорогое удовольствие. И вот поэтому на этот случай я услышала в интернете, несколько роликов там вот рекламируют, что очень удобный, когда нет света, покупайте вот эти газовые. Да, на крайний случай, но вот когда я в прошлом году его испытала, я теперь поняла, что он у меня будет стоять на крайний случай, только буду включать его тогда, когда не будет электроэнергии. Сейчас скажу почему. Вот про инфракрасные мне помогла зрительница Надежда Шаталова, или Шаталина, извините, я не помню по памяти фамилию, высчитала мне, что вот эти два инфракрасных за ночь у меня 70 рублей намотают. Но я же их включаю только в холодные ночи, когда мороз, а когда на улице, вот правильно говорят, что когда плюс 7 мы уже не включаем. А вот этот вот обогреватель, мы его включили, когда первый раз, и мы подумали, что нам дали некачественный баллон, плохо заправили. Я потом сейчас покажу, как он устроен. У нас две ночи я его включила, у нас кончился газ. Я ему уже сказала, наверное, был баллон неполный, потому что не может 10-килограммовый баллон газовый закончиться за две ночи. Ну и мы поехали. Я хотела тоже его применять, так же, как инфракрасный, на постоянной основе. Мы поехали, поменяли баллон. Запомните, что баллон стоит 400 рублей. Мы включили его, и за следующие две ночи он у нас опять закончился. И тогда мы поняли, что это фиаско. Поэтому, что этот очень прожорливый вот этот вот обогреватель газовый, конечно, тут можно убавлять. Тут можно одна секция горит, две секции горит, три секции горит. Но когда горит одна секция, нет вообще почти тепла. И еще какой недостаток. Он же жар-то вот только здесь. Он не дуется, например, ни в каком, как сказать, направлении. И около него, конечно, очень тепло. Но если поставить его в 8-метровую теплицу, например, поставить в одном конце, до следующего конца, пока вот эти воздушные массы перемешаются, сам он не направляет этот теплый воздух, как вот наша электрическая, вот эта тепловая пушка. Следующая она будет, обзор про нее. И вот он, если ставить его в один угол, он до следующего угла не доходит в теплый воздух. Если ставить посредине, то воздух идет вот в эту половину. То, что за ним остается, опять там холодно. И вот он какой-то неуклюжий мне показался. И еще прожорливый. И еще и страшно с ним. Я вообще газа боюсь. Сейчас покажу, как он там сзади устроен. Устроен он очень просто. Он вот эта вот огромная вся бандура. Он красивый, все как электроплита. Но в нем больше ничего нет, он совершенно пустой. Все. Это как бы сказать, как какая-то обманка. Вот такая просто красивая оболочка. Просто железная коробочка. Вот для этого. Со шланчиком для газа. И стоит она ни много ни мало. Семь с половиной тысяч. Тра-ля-ля. Вот металлическая, вот эта вот коробка пустая. Все, ничего здесь нет. Конечно, газ нужно, баллон приобретать свой. Если еще учесть, что к нему нужно покупать газовый баллон. Нужно заправлять баллон 400 рублей. Вы понимаете, что это... Ну как, я вот... У меня о нем такое мнение. Что он должен быть обязательно у тех людей, кто рано высаживает рассаду в теплице. Или особенно, кто выращивает рассаду на продажу в больших количествах, вот как я. Он должен стоять как гарантом на тот случай, что если отключат электроэнергия, то она у тебя нафиг за одну ночь не замерзнется рассада. Вот у меня в той теплице я первую высаживаю 3000 корней. Это адский труд тяжелый с самого февраля-марта. И вот когда в мае, например, уже тепло, уже все выросло, а бывает раз мороз минус 7, и света нет. И что? Ну все, тогда вот этот вот заносишь. Хотя бы он будет, как сказать, я не скажу, что там будет прям тепло Африка, но он хотя бы минусовую температуру не запустит, ну не позволит опуститься там до минуса. И этот баллон, который ты сожгешь один или даже два, уже будет все равно один или два баллона ты сожгешь. Главное, чтобы сохранить все это свое поголовье. Все. Еще хочу сказать. Сейчас уже многие пишут, что можно приобрести бракованный вот этот вот. Его же не проверишь там. Вот он стоит в магазине, все. Ему дают гарантию. Но некоторые пишут, что можно приехать домой, начнешь включать, она не включается. Я вот это заранее все, ну как, прочитала, услышала. И мы, смешно, мы приехали покупать вот это вот устройство со своим газовым баллоном, со своими ключами, которые подсоединяются. Потому что мы сначала-то не показали, виду, что у нас есть. А я продавцу говорю, а как вы проверяете? Вот говорят, что много заводского брака. Он, нет, нет, это гарантия, это гарантия, нет. Я говорю, ну а если проверить? Он, ну у нас нет же ничего, у нас нет ни баллонов, у нас нет ни ключей. Я говорю, ну у нас-то есть. Я говорю, давайте проверим. Вот он его вытащил на улицу. И мы на тротуаре, люди идут мимо, смотрят. А мне все равно, потому что, как я же надеюсь, хочу получить хороший товар, небракованный. И вроде 7 тысяч с половиной отдавать бесплатно неохота, а не заработанно тяжелым трудом. Он пошел навстречу, он нам подключил, показал, как включать. Все, и только когда я убедилась, что он загорелся, вот эта синяя здесь и красная, вот эти вот керамика-то красная стала, накалилась. Только тогда мы его взяли и повезли домой. Я ехала такая радостная, довольная. Теперь у меня есть газовый обогреватель. Ну, разочаровалась потом уже через неделю. И вот теперь он у нас стоит такой, видите, красивенький, новенький. Я его сейчас протерла и опять поставлю на место, сняла только, чтобы вам показать. Вывод. Перед тем, как что-то покупать, вы подумайте, стоит ли эта покупка, оправдает ли она себя, стоит ли она. Или, может быть, купить маленькую ветродуючку, про которую я буду в следующем видео рассказывать. Она работает не хуже, а даже лучше. У меня работала 15 лет без поломок, в нее я влюблена давно и надолго. Единственная проблема, вы не сможете ее применить, если не будет электроэнергии. Так что вот этот вот шкаф пустой, он нужен тем, кому действительно он нужен. Все, до свидания. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня ночь с 15 на 16. И днем, я когда сюда выходила, говорила, что у меня здесь в теплице критическая температура, 10 градусов всего. Но это было днем. Ну, ночью, конечно, у нас похолодало еще сильнее. Сейчас на улице за бортом теплицы минус 1, в 5 часов утра будет минус 3, но это еще не самая холодная ночь. Самая холодная ночь ожидает нас послезавтра минус 7. Поэтому мне пришлось применить газовый обогреватель. И я так как все равно хожу сюда ночью проверять температуру, я не могла упустить возможности показать вам газовый обогреватель в работе, в действии. Потому что включаем его очень редко, я говорила же вам, что только в крайней ситуации, в форс-мажорных вот таких обстоятельствах, сегодня у нас как раз то самое. Но за счет работы этого газового обогревателя, я хочу вам сказать, что, ой, тут это свет, блик, температура поднялась у меня тут до 18 градусов. Ой, сейчас, подождите, сейчас я сделаю, чтобы вам видно было. Вот, короче, я показывала, днем было тут 10-12 светильник, не очень удобный, с горошком уже. Вот, видите, сколько стало у меня, 18 градусов. Вот, все, по-прежнему брякает, снег падает на теплицу. Слышите, что буршит, как град какой-то. Сейчас подойдем к обогревателю, просто мне сложно, тут темно, а я с этим, со светильником еще в руке. Так, сейчас мы опустимся. Вот он, тот самый обогреватель. Я сейчас уберу свет, и вам будет видно хорошо. Видите, у него состоит панель обогревающая с трех частей. Вот у нас она сейчас работает на одной. Ну, то есть, первое положение. Второе положение можно было бы два, вот этот и этот зажечь. И самое сильное можно было бы три. Раз, два, три зажечь. Как три полосы было бы. Видите, голубой горит там, это огонек, и греет он вот эту вот керамическую панель, которая над ним, и идет тепло. Работает он неплохо. Видите, что в такой температуре, в холодной, держит все-таки он, ой, блин, 18 градусов. Ну, один из недостатков, про который я говорила, это то, что он прожорливый. Вот на одном положении, слава богу, хорошо, если две холодные ночи, он даст мне тут, это, как сказать, слышите, брякает, это град, наверное. Что-то сыпется с неба. Ну, вот чем хорош такой выгреватель, видите, как в такие критические ситуации, когда я сегодня объясняла, что зайти домой мы уже не можем, слишком много рассады, и она такая большеватая уже, что носить ее, как бы, ну, проблематично. Там вот дальше, видите, вообще деревья стоят. И стоят они уже на всех стеллажах, вот здесь вот прячутся от холода. И поэтому перенести такую большую рассаду, особенно вот, которая высокая, она уже качается, она может при переноске и поломаться, во-первых, во-вторых, и дома места мало для нее. Ну, вот, спасаемся. Работает один тепловентилятор, вот такой, как ветродуйка, и вот этот газовый обогреватель. Потому что у нас электропроводка не предназначена для работы многих таких электронагревательных приборов. Она сразу начинает греться, автоматы сразу вырубают, ну и, конечно, электричества много не подцепишь. У нас же еще и другие, там, и лампы горят, вся бытовая техника. Поэтому вот газовый обогреватель очень пригодится. Но, однако, нас кутру опять засыпет всех. Прям пошел это охота выглянуть, что там, ну, не пойду, там холодно сильно. Все, вот это такой ночной репортаж, так как я все равно проверяю температуру. Сейчас, ну, где-то примерно час. Все, я посмотрела. Газовый хорошо наполнил теплом вот эту теплицу. Теперь я могу спокойно спать. Даже если в 5 утра будет минус 3 на улице, с 18, ну, пусть опустится до 10, не больше, до 8 градусов. О-о-о-о! Что на улице творится вообще? Все сильнее и сильнее. Теперь я могу спокойно спать. Я проверила, что моим растенницам тепло, хорошо. Газовик работает. Все, до свидания. Похолодание переживем.